Здравствуйте, меня зовут Майкл Найки, это свежая сводка с Русланом Левиевым. Много чего произошло за минувшие сутки. Одна из главных вещей, которая появилась за минувшие сутки, это видеозапись, опубликованная Владимиром Зеленским, которая не оставляет никаких сомнений в том, что версия Министерства обороны об ударе по Кременчугу — это просто откровенная ложь. И подробности мы рассказываем в сегодняшней сводке, куда был нанесен ракетный удар, какая часть торгового центра пострадала, что происходило дальше, почему не соответствуют действительности все остальные слова Министерства обороны. Во всем этом сегодня, но не только лишь об этом, потому что уже довольно много свидетельств и доказательств, а подробно обсудили, что происходит с Лисичанском и как дальше может продвигаться эта война. Влияет ли продвижение России серьезно на расклад сил в этой войне и может ли это вести к поражению Украины или же наоборот с каждым днем мы приближаемся к той точке, в которой может наступить перелом. И, конечно, обсудили, что Владимир Путин расширил НАТО максимально, еще две страны-участницы будут в НАТО — это Швеция и Финляндия, а также будет увеличена группировка НАТО в странах Балтии, ну и в целом у границ России. Помимо прочего, также на саммите НАТО Россия названа главной угрозой миру прямо сейчас. Это все невероятные успехи Владимира Путина всего лишь за четыре месяца тот результат, к которому он пришел, рассказывая сказки про то, что НАТО укрепляется, и как раз рассказывая, что он пытается этому сопротивляться. Вот его действия привели ровно к обратному эффекту. Обо всем этом и о многом другом в сегодняшней сводке не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, писать комментарии, подписываться на канал. В приоритетности, наверное, подписки, самое важное, на это YouTube реагирует острее всего, лайки и, наверное, потом комментарии. Плюс-минус, не знаю. Давайте пробовать все, чтобы как можно больше людей видело, что на самом деле происходит и к каким результатам приводит управление Владимира Путина. Сводка с Русланом Леви. Привет, Руслан! Расскажи, пожалуйста, на что ваша команда обратила внимание за минувшие сутки. Довольно много всяких публичных событий произошло. Что из них вам представляется наиболее важным и какие выводы вы успели сделать? Да, ну, одно из самых важных событий, которые мы за прошедшие сутки заметили, это, конечно, публикация видеозаписи и прилета ракет по торговому центру Амстор, как меня поправили с удара не делать направление на Амстор, а Амстор, который опубликовал Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении. Что мы там вообще видим? Что последовательность событий была следующая. Мы эти события последовательности оценим исходя из не только вот этой видеозаписи, которая была опубликована в видеообращении Зеленского, но и уже многочисленных фото и видеозаписей последствий разрушения. В итоге, что стало понятно? Первая ракета, она попала на территорию завода, то есть, грубо говоря, чисто технически можно сказать, что она попала в цель, но при этом она попала в теплицы, где рабочие завода выращивали огурцы. Тут я не иронизирую ничего, то есть, реально в буквальном смысле рабочие заводы использовали эти теплицы для выращивания огурцов для себя. Серьезных разрушений для завода не причинено, то есть, теплица уничтожена, там чуть-чуть задели здание цеха, как бы ничего такого серьезного. А вторая ракета, которая прилетела после этого, она попала в железнодорожные пути, конкретно прямо в рельсы, которые проходят прямо вот в непосредственной близости от здания торгового центра Амстор. Я вам, наверное, даже сейчас прям сразу покажу фотографии некоторые. Там видны разрушения. Появились и спутниковые снимки, последствия разрушения. Вот это здесь изображен второй прилет. Вот по центру мы видим торговый центр Амстор. Амстор, вы видите изогнутую линию, это как раз железнодорожные пути, и вот желтым объедено это место попадания ракеты. Видно, что край торгового центра задет взрывной волной и тоже разрушен. Но и основная, как бы, точка удара, это вот железнодорожные пути и лесистая местность рядом. А это первое попадание. Вот эти три ряда таких постройок, это как раз те самые теплицы с огурцами. И это территория завода, которая находится около пруда. И вот результат попадания. Теплицы разрушены, но здание чуть-чуть задето. И вот это мы уже видим кратер, где проходили железнодорожные пути. И видим здание торгового центра Амстор. Вот та его сторона, которая примыкает к железнодорожным путям, она была разрушена в результате взрывной волны. Ну и, собственно, вот стоп-кадр из видеозаписи, которую опубликовал Владимир Зеленский. Здесь мы видим ракету, которую, как мы опознали, Ха-22. Она выглядит вообще вот так вот. Здесь сейчас наверняка многие скажут, стоп, что-то вот ракета на вот этих снимках справочных, она не такая длинная, как будто бы, как вот на этом стоп-кадре. Как мы считаем, это некоторая такая, не то чтобы оптическая иллюзия, проблема скоростей. В частности, вот ракета Ха-22, когда она прилетает к цели, она прилетает на сверхзвуковой скорости. А вот это мы видим стоп-кадр с обычной камерой наблюдения, которая была там на какой-то ход за постройки. Соответственно, ясно, что такая камера наблюдения, она записывает не 120, не 240 кадров в секунду. Это скорее всего, там обычная такая частота, там, допустим, 25, может, 30 кадров в секунду. Соответственно, матрица банально местами не успевает зафиксировать настолько быстрое движение. Получается, что некоторые объекты могут как бы растягиваться. Поэтому у вас может создаться впечатление, что как будто бы опознание неверное, потому что вот эта ракета как будто бы длиннее, чем вот эта. Нет, мы считаем, что опознание верное, что это ракета Ха-22. Чисто технически, как я сказал, одна из ракет, да, попала в цель, то есть на территорию завода. Вообще, изначально, такие семейства ракет Ха-22, они противокорабельные, но мы не знаем, какая конкретно модификация прилетела, вот, ну, по сути, по торговому центру Амстор. Потому что их несколько разных модификаций. Соответственно, исходя из этого, есть еще и секретные наверняка модификации, исходя из этого, мы не можем даже предположить, какой у нее коэффициент от этого кругового вероятного отклонения. Круговое вероятное отклонение, которое чаще всего вы будете встречать в публикациях в формате аббревиатуры КВО, это показатель того, что вы, например, из точки У стреляете по объекту, у вас есть координаты, но вы понимаете, что она может отклониться от цели, там, допустим, на 100, там, 200 метров. Вот это и есть то самое круговое вероятное отклонение. Сколько было этот коэффициент у конкретной этой модификации ракеты, мы не знаем. Как она наводилась, мы тоже не знаем. Потому что есть разные методики наведения на цели и захвата цели. Какая используется в этой модификации, неизвестно. При этом еще по части завода, торгового центра сгоревшего, есть фотографии последствий торгового центра. Здесь я хотел бы обратить внимание на, опять же, вот эту деталь. То, что вот там в правом углу мы видим проходящие рельсы и эпицентр попадания ракеты. И видите, вот эта вот часть здания, она разрушена. А если вы присмотритесь к центральной части здания, многие, исходя из этой картинки, подумали, что ракета попала вот прям ровно в центр торгового центра. Но я с этим не согласен, потому что лично я здесь на этом снимке вижу, что просто обрушилась крыша в результате пожара внутри торгового центра. И если вы присмотритесь к вертикальным конструкциям, ну, все вот эти вот балки вертикальные, даже в центре вот эти вот балки, они остались стоять ровненько, как и стояли. И здесь, и здесь, везде стоят. Хотя, если бы туда пролетела ракета, их бы точно как минимум бы разнесло. А они стоят на месте. Вот. Ну, и вот, соответственно, мы видим, что ракета прилетела сюда. А здесь это просто последствия пожара. И, исходя из этого, получается, что прям именно в сам торговый центр ракета не попадала, но из-за нее возник пожар в торговом центре. И наверняка многие погибшие, которые будут еще найдены под руинами торгового центра, наверняка многие из них задохнулись в результате продуктов горения, дыма, не смогли выбраться. Я думаю, подобное мы увидим. Сколько сейчас погибших, честно говоря, я новые данные не видел. По-прежнему я видел только то, что было опубликовано вчера, было заявлено вчера, что 20 погибших. Но вполне вероятно, что будет больше. Потому что там разбирать и разбирать еще довольно-таки долго. Подожди, так ракета, получается, попала куда? Одна ракета попала на территорию завода. То есть, ну, чисто технически по цели, правильно, но не в цеха, не в какие-то там промышленные прям здания, а просто в теплице, которые были около одного из цехов. И серьезных разрушений не причинила. Это была первая ракета. Вторая ракета попала, ну, вот, по сути, в угол рядом-рядом со зданием торгового центра. Ну, в угол торгового центра в плане, что вот, ну, там, как это сказать, прям рядом с ним, ну, то есть, фактически... Да, ну, в смысле, не в само здание, но вот прямо на местность, которая вот на углу этого здания находится. Но конкретно на этой местности проходили... Ну, то есть, взрыв по торговому центру был? Да, взрывной волной часть стороны здания, она разрушена. Вот это то, что ты показывал в правом верхнем углу, если смотреть. Да, вот то, что я показывал в правом верхнем углу, это вот этот угол, вот он и есть. То есть, как видишь, ну, здесь не хватает, как бы, серьезного периметра здания. То есть, ну, да. Это не внешние стены упали, а это вот здесь прямо целая часть здания рухнула из-за взрывной волны, вот она была разрушена. Ну, и просто, если посмотреть на спутниковые снимки, видишь, он был ровный такой большой прямоугольник, а здесь получилось такое, как будто бы такое, не знаю, буквой Г, что ли. Потому что часть здания рухнула от взрывной волны. Вот. Соответственно, там были железнодорожные пути, туда упала ракета, но там нету какого-то железнодорожного тупика. Поэтому нельзя даже предположить, что, возможно, там на этих железнодорожных путях стоял какой-то вагон с боекомплектом, потому что он не может стоять на проходных путях, которые не тупик. Вот. Соответственно, такое правдование здесь быть не может. Ну, и в целом, несмотря на то, что ракета не попала прямо в само здание торгового центра, это вообще никаким образом не умаляет ответственности России за данное происшествие, за погибших людей в этом происшествии. И снова повторюсь, как я и говорил вчера, вообще ни одного свидетельства до сих пор не опубликовано, которое бы подтверждало, что там были какие-то боеприпасы, склад хранения оружия на этом заводе. Вообще ничего подобного нет. Никаких следов вторичных взрывов, детонаций. Ничего этого нет. Еще сейчас распространяют публикацию многие разные СМИ о том, что установлены имена летчиков, которые нанесли удар, летчиков Ту-22М3. Это не совсем так. Публикация этих изданий основана на расследовании группы InformNapalm, это украинская расследовательская группа, которая тоже занимается расследованием в основном по открытым источникам. Они нашли видеозапись, какой-то там телевизионный репортаж из авиаполка. Это, по-моему, 52-й гвардейский авиаполк из Калужской области. И там на этом видеорепортаже видны лица некоторых летчиков. Они установили их имена, опубликовали. Но InformNapalm сами, они прямо подчеркнули, что это вовсе не говорит о том, что именно вот эти люди, именно эти летчики нанесли удар по торговому центру Амстор. Нет. Но, тем не менее, некоторые СМИ сейчас восприняли это иным образом и пишут, что якобы прямо именно эти летчики нанесли удар по торговому центру Амстор. Хотел просто сделать такую ремарку. Ну и плюс, я бы здесь привел, например, разность подходов к таким моментам. Когда вы нашли военнослужащих на той же воинской части, которая явно замешана в серьезном кровавом происшествии, мы стараемся такие имена не публиковать вперед, забегая вперед, говоря, что якобы вот они там точно причастны. И мне сразу вспоминается пример по сбитию Боинга на Донбассе, рейса MH17. И по Беллинкэт, по тому моменту происшествия делала куча разных расследований, очень подробных, детальных. Они смогли установить имена солдат, которые, там, есть вероятность, что они причастны к сбитию Боинга. И несмотря на то, что они использовали материалы этих расследований, в том числе на обучающих семинарах Беллинкэт, ну, я это знаю, поскольку я был на этих семинарах одним из преподавателей. И я прекрасно помню, как Эрик Толлер, мой коллега из Беллинкэт, коллега как преподаватель. Он, показывая свои примеры расследований команды Беллинкэт по этому сбитию Боинга, и он, даже учитывая то, что это были закрыты семинары, и мы всех участников просили, там, не публиковать фотографии семинара, сразу не разглашать данные, кто присутствовал, где детали семинара не разглашать. Вот, несмотря на это, даже в таких условиях, там, Беллинкэт, слайды с установленными солдатами из 53-й зенитной ракеты и бригады, а все лица их, они заблюривали или максимально замазывали, имена не показывали настоящие, несмотря на то, что, как я сказал, показывают в закрытой группе. Я вот считаю, что правильнее к таким вещам относиться именно так. То есть, вы установили имена в данных случаях, прекрасно в рамках уголовного расследования последующего, да, их нужно будет вызвать, как-то допросить, они могут что-то знать, могут не знать. Может вполне оказаться так, что на момент съемки телерепортажа они действительно служили в этом авиаполку и управляли этими самолетами, а потом, ну вот на нынешнем моменте, они могли там уволиться или контракт закончился. Поэтому не нужно ждать впереди поезда и публиковать их там на личные данные, имена. И, кстати, с этим связана еще другая проблема, которую мы, и мы, и Беллинкэт, начали испытывать еще там с 2014 года, потому что как только ты публикуешь в интернете имена, там, военнослужащих каких-то, которые причастны или могут быть причастны к военным преступлениям, естественно, сразу же набегает эмоциональная аудитория, ищет все их контакты в соцсетях и начинает им писать в личку угрозы их оближающим друзьям, родственникам. И к чему это приводит? К тому, что эти солдаты просто удаляют профили из соцсетей, их друзья тоже блокируют все эти профили. А для нас это плохо тем, что тем самым удаляются все доказательства, которые могли бы быть нам полезны для расследования. И мы в 2015 году и 2014 году очень часто сталкивались с такой проблемой, что события идут очень быстро, очень много всяких событий происходит на линии фронта, и нужно в течение дня успевать, как только появилось какое-то имя, бежать скорее в соцсети и быстрее все архивировать. Потому что у тебя буквально есть полчаса до того момента, как прибежит агрессивная аудитория, начнет писать злобные комментарии, и человек просто удалит свой профиль. Тебе нужно успеть сотни фотографий из его профиля максимально сохранить. Поэтому вот такое поведение вредит дальнейшему уголовному расследованию. Имейте это в виду. В том числе вредит и нам. И в контексте произошедшего сейчас многие говорят о том, что это террористический акт, нужно признать Россию спонсором терроризма. Государством террористом, да, как это делала Литва, насколько я понимаю. И в этом контексте сейчас многие недовольны заявлением президента Франции Эммануэля Макрона, который отказался признавать Россию спонсором терроризма. По его словам, Франция не разделяет подобную методологию. Но здесь нужно понимать то, что Эммануэль Макрон, он все-таки президент, он должен говорить с точки зрения юридических терминов и в соответствии с законом. Он не может бросаться просто эмоциональными заявлениями. Зеленскому можно, потому что он президент воюющей стороны. А Макрон так делать не может. И в этом контексте, с юридической точки зрения, он совершенно прав. То есть как-то приписать здесь терроризм невозможно. Почему все приписывают терроризм? Потому что слово терроризм, теракт, это более распиаренная такая вещь, которая кажется более грозной, чем какое-то там военное преступление. Хотя по факту наказание там и за военное преступление, ну, ничуть не меньше, чем за терроризм. И в принципе, история не знает случаев, когда за бомбардировки в ходе войны их называли бы террористическим актом. Поэтому не стоит здесь думать, что Макрон пытается усидеть на двух стульях и как-то примириться с Путиным. Нет, ничего подобного нет. Это просто он говорит с точки зрения правильной методологии, с точки зрения юридических терминов. И в этом плане он совершенно прав. Так, город Николаев обстреляли из реактивных снарядов, ракетно-ракетно-ракетно-ракетно-залпы в огне ураган с кассетными боеприпасами. Попали в частные дома и остановку общественного транспорта. И сейчас оттуда публикуются вот такие фотографии. Это вот одно из зданий, которое было разрушено в результате попадания. Там есть и погибшие тоже. Вот ситуация тяжелая. Насколько я понял, именно оттуда публиковал фотографию Министерства обороны Украины, где в заваленных видно тело шестилетней девочки. Я, естественно, показывать это не буду, потому что там кадр страшный. Но ситуация такая. Плюс обстреляли также из ракет берегового комплекса «Бастион». Попали по стадиону, некому объекту военной инфраструктуры, как говорят, и социальным и сельскохозяйственным объектам. Где-то у меня это тоже было. Попробую найти. Ну, ладно. Не найду сейчас. Где-то у меня сохранилось, но не найду. Так, то, что происходит сейчас насчет Талисичанск и этого района. Стрелков, который обычно пишет, что все плохо в России с наступлением, сейчас он пишет, что украинские войска отступают из Талисичанска и его окрестностей. При этом посол ЛНР, потому что, блин, посол ЛНР, конечно, звучит просто смешно, говорит, что 30% Талисичанска под контролем российских войск и так называемой народной милиции ЛНР. Но мы не видели пока что ни одного фото-видео подтверждения этому, то есть нет ни одной фотографии или видеозаписи, где там либо сепаратисты, либо российские войска находятся в самом Талисичанске. Таких видеозаписей вообще нет. И нету фото-видеозаписи, как отступают украинские войска. Соответственно, пока что мы это никаким образом подтвердить не можем. Но с другой стороны, по опыту Северодонецка, мы видим, что да, украинская страна, она не будет говорить об отступлении до того момента, пока не покинет город полностью. Ну, это так, как мы видим правильно, чтобы не ударяли по колоннам отступающим. Вот, поэтому российская страна заявляет, но мы пока этого не видим. Вот, но и в целом, говоря о ситуации там, я бы просто хотел показать стоп-кадры из видеозаписи, опубликованной российской стороной, где они ездят по городу Золотое, которое было в оперативном окружении. Как видите, от города практически ничего не остается после типичной российской тактики. Поэтому, в принципе, и за Лисичанск держаться как бы так вот сильно, наверное, особо большого смысла нет, потому что, ну, там от города ничего не остается. Вот, но пока отход мы не подтверждаем. И в случае, если отход осуществится, то далее линия Бахмут-Солидар-Северск, она долгая. Давайте я вам просто на карте сейчас еще покажу эту линию, чтобы было понятнее, о чем я говорю. Так, вот у нас карта фронта прямо сейчас. Север-Донецк, Лисичанск, и вот она, Бахмут-Солидар-Северск. Прямо сейчас, как мы считаем, вроде бы есть маршрут сухопутный от Северска до Лисичанска, по которому можно там либо снабжать, либо отступать, но судя по некоторым видеокадрам, которые публикует Российская страна, эта дорога, видимо, простреливается. Если из Лисичанска не отступят, и Российская страна захватит всю эту территорию, то дальше линия обороны будет Бахмут, Солидар, Северск. И как мы видим по заявлениям некоторых журналистов, которые были здесь, на этой линии фронта, за прошедшее время там, в принципе, украинская страна, она много укреплений создала, много окопов, и прорывать эту линию российским силам будет крайне тяжело. И в этом контексте хотели бы коротко пересказать свежий трейд Майкла Коффмана, это тоже известный эксперт по России в целом, один из самых, один из самых авторитетных экспертов по России на Западе. Ну, кстати, насколько я помню, он родом из Украины, родился в Украине тоже. Он пишет, что обе стороны потихоньку продвигаются, здесь наверняка у вас возникнет вопрос, почему обе стороны, если мы видим, что она продвигается вроде как будто бы только российская сторона около Лисичанска. Имейте в виду, что российская сторона продвигается в районе Лисичанска, а украинская сторона продвигается в районе Херсона, потому что на херсонском направлении украинская сторона тоже наступает. Ни одна из сторон не готова к краху, ни у той, ни у другой стороны нет сил на серьезные прорывы, И если у россиян все получится с Лисичанском, а это большое «если», то дальше они упрутся в линию обороны Бахмут-Северского, о которой мы сейчас говорили. До Славянска с Краматорском им прям как пешком до Китая, то есть это прям совсем-совсем далеко. Но это пока не стоит ожидать. И от Изюма они туда нормально продвинуться не могут, имею в виду в сторону Славянска и Краматорска. Российская армия не имеет возможности совершать большие окружения, и поэтому потихоньку они так прогрызают местами обороны, где получается, туда бросают дополнительные силы, пытаются местами там делать маленькие локальные окружения, где выходят, там туда бросают силы. Россияне хотят дальше идти на Бахмут, а потом на Славянский и Краматорск. Но это в лучшем случае надежда, чем какая-то реальная возможность. Потому что, как и сказал, сил для этого нет. В нынешнем темпе боев на Донбассе война явно затянется до июля-августа. Именно вот в текущем темпе, как это происходит сейчас. К северу от Харькова будут продолжаться бои за села, и украинцев сейчас нет сил, чтобы угрожать российскими линиям снабжения, которые там с Волчанска, Купинска проходят. В районе Херсона украинцы продвигаются потихонечку, там линия фронта менее статична, и российские войска разрежены, так сказать. Кстати, давайте посмотрим линию фронта около Херсона. Покажу вам тоже, как там ситуация сейчас. Вот, вот это вот... То, что закрашено вот таким вот синим, это та территория, которая была в какой-то момент под контролем российских сил, но вот дальше сейчас украинские войска продвигаются. Здесь, как мы видим, продолжаются бои за разные селены пункта. Это там Солдатская, Правдина, не так давно освободили, и пытаются продвинуться украинцы в сторону Киселевки, которая находится недалеко от Чернобаевки. Дальше, говоря о ситуации, Майкл Коффман пишет, что наиболее вероятно ожидать контрнаступления как раз под Херсоном, украинское контрнаступление, потому что экономически и стратегически Херсон, он гораздо важнее Донбасса. Во многом как раз потому, что, как я вам показал по стоп-кадрам из Золотого, после наступления российских войск там от населенных пунктов особо ничего не остается. Ну, это просто клочок земли получается. Вот тогда как Херсон, там действующий целый плюс-минус, целый город и там порт рядом, поэтому экономически и стратегически, конечно же, Херсон для Украины важнее. Бои за Донбасс не являются решающими для Украины сами по себе. Украинцы его обороняют, чтобы обескровить и истощить российские силы. И наступление под Углидаром, давайте я теперь покажу, что там под Углидаром происходит. Возвращаемся туда. Так, Углидар у нас, вот он Углидар. Это речь о населенных пунктах Шевченко, Егоровка, которые освободили не так давно Новомайорска. Украинцы их освободили не так давно. И российские силы пытаются контратаковать с Петровского направления на Шевченко. И вот это вот контрнаступление украинцев около Углидара показывает, что 800-километровый фронт, примерно, если его смотреть там от Донецка до примерно там условно Херсона, это получается примерно 800 километров, он очень сильно растянут. И там, естественно, российские войска, они так разрежены. То есть плотненько они сидят на Донбассе. А в остальном им контролировать линию фронта такое огромное, очень тяжело. Вся проблема в том, что ни у той, ни другой страны нет достаточных сил для масштабного наступления. И несмотря на превосходство России в артиллерии, у нее не такое очевидное превосходство в живой силе и технике. Кстати, можно отпраздновать вечерний юбилей. По данным Орикс, который фиксирует потери именно вот визуально, там по фотографиям и видеозаписям, Россия уже потеряла 800 танков. Очень значительная цифра, в принципе. Да, да, в принципе, еще танки у России есть. И, конечно, тут эксперты расходятся в оценках, сколько их осталось. Потому что вроде бы есть такие прикидочные оценки, что там до 2000. Но сколько из них можно реально, как бы, привести к боевому состоянию, это огромнейший вопрос. Так, и дальше продолжает Редко Коффмана. Он пишет, что отсюда, из-за того, что есть проблемы с живой силой и техникой, и проистекают проблемы с темпами операции. Что касается темпа, то мы видим, что были только два больших прорыва у российских сил. Это Попасное в мае. И второй, это вот сейчас Горское, Золотое, Ташковка, где российские силы продвинулись. Ну, и зачистка Лиманского плацдарма, например. То, что все было в июне. А реального темпа операции нет. То есть нет какого-то быстрого масштабного наступления. И постоянно приходится где-то российским силам пытаться прорваться, туда бросать силы, где получится. И в целом надо смотреть не на карту линии фронта, где мы видим, что там серьезно подходят кельсинчанскую российские войска, а на то, какой армии приходится хуже. Ну, вот, в частности, мы видим, что российская армия все больше полагается на добровольцев, так называемые частные военные компании, которые никакие не частные, речь про группу Вагнера, например, на резервистов полагаются, на росгвардейцев. В Северодонецке воевали, например, в основном донецкие мобики, мобилизованные. При этом силы вот этих мобилизованных и сепаратистов ЛДНР, они используются в основном как пехота. А ВДВ, то есть десантники, мотострелковые войска и вагнеровцы, как такая основная наступательная ударная сила. И для чего их перебрасывают там на разные участки фронта. К слову, уже здесь мы немного добавим к тренду Коффмана, что по нашей информации, там, 90-ю танковую дивизию, ее бросили под Лисичанск сейчас воевать. И, соответственно, украинская страна, в свою очередь, она продолжает использовать второшников, то есть это силы территориальной обороны. И вообще новобранцев, которые направляются в части. Но при этом очевидно, что украинские силы там сейчас, несмотря на такую неприятную карту фронта, которую мы видим по целом линии фронта, украинские силы, они очень далеки от краха на Донбассе. Еще рано паниковать, скажем так. Естественно, при этом украинская сторона говорит, что прям все плохо, ситуация караул. Но делайте скидку на то, что в основном такие заявления делаются для давления на западную сторону, чтобы быстрее и оперативнее и больше поставляли вооружение для Украины. То есть тактика абсолютно оправданная и верная. Хаймерсы, по мнению Коффмана, помогут. Но россияне, конечно, будут пытаться как-то адаптироваться к этой ситуации. Эта фаза войны затянется на все лето, скорее всего. Дальше, вероятно, будет оперативная пауза, то есть где-то к сентябрю, из-за невысполнимых потерь и той, и другой стороны. В оперативной паузе, да, могут быть там какие-то отдельные прорывы, отдельные какого-то наступления, но в целом ситуация будет чуть более спокойная, скажем так. И если локальная ситуация на Донбассе сейчас в пользу России вроде бы как складывается, то в долгосрочной перспективе вся эта ситуация, наоборот, в пользу Украины, учитывая всю помощь Запада. И такими темпами российские приобретения на Донбассе, они, скорее всего, ограничатся территориями в пределах Луганской области. И Коффман, он скептически относится к возможности россиян насчет Славянска и Краматорска даже в долгосрочной перспективе, потому что силы на это нет. Это то, что касается такого большого треда Майкла Коффмана. Мы с ним, в принципе, полностью согласны, и вообще мы с ним периодически общаемся, держим контакт, обмениваемся информацией, поэтому если вы владеете английским, то советую на него подписаться. Он пишет очень интересные треды по текущей ситуации на фронте. Так, про российские телеграм-каналы. Сейчас не только телеграм-каналы, кстати, РИА Новости, тоже об этом написали. Они распространяют репортаж одного французского телеканала из Лисичанска, где там какие-то местные на камеру говорят, что Россия и в целом россияне – это наши друзья, мы рады их видеть здесь. Но следует понимать, что Лисичанска давно подает обстрелами, и, естественно, те жители Лисичанска, которые они занимают проукраинскую сторону, там про… они за Киев, они, конечно же, постарались давным-давно оттуда уехать. А те, которые за Россию, там, за этих сепаратистов, то, конечно, они будут оставаться на месте. Поэтому, естественно, в такой ситуации, приехав сейчас в Лисичанск, наверняка, там, опрашивая местных жителей, наверняка вы, там, чуть чаще будете встречать тех, кто, там, типа, за сепаратистов, за ДНР, ЛНР и за Россию. Как бы это немного искаженная такая оценка, как бы имейте это в виду. Скажи, пожалуйста, пару слов или ваших соображений по поводу решений со стороны НАТО, со стороны вот этих всех обсуждений, Финляндия и Швеция готовятся к вступлению. Как мы с тобой говорили, Турция не то чтобы радикально против, а просто торговала за какие-то преференции для себя. Ну и про увеличение группы быстрого реагирования в Европе сил войск НАТО. Собственно, расскажи, пожалуйста, на что вы обратили внимание и что подметили здесь. Ну, здесь я немного провинализирую, говоря, что план Путина сработал надежно. Он хотел, чтобы НАТО не расширялось на восток. В итоге, ровно это он и получил, что НАТО расширяется на восток, причем очень серьезно. Такими темпами, которые не снились за последние тысячи лет. Да, да, да. И, скорее всего, НАТО действительно примет решение, что обозначат Россию как главную угрозу для своей безопасности стран Европы. О, прям натурально в момент, когда мы с тобой сейчас говорим, вот прям ровно это произошло. Лидеры стран НАТО одобрили новую стратегическую концепцию, в которой Россия названа главной угрозой безопасности. Да, и наверняка сейчас многие тоже пророссийские телеграм-каналы будут говорить об ударе ножом в спину со стороны Турции, потому что Турция в итоге поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО. И в результате долгих переговоров между Турцией и странами НАТО они пришли к компромиссу. Да, там Турция заявляла кучу всего, всяких требований, но понятно, что это была тактика в формате «попроси максимально всего, что ты хочешь, что ты можешь попросить», а там «что дадут, то дадут». И если прочитать вот это вот компромиссное решение между Турцией и остальными членами НАТО, то выходит так, что Турция добилась всего лишь одного уступка для себя. В частности, сняли эмбарго на поставку вооружений в Турцию. Вот это все, чего добилась Турция. И да, там приняты формулировки, что и Швеция, и Финляндия, они тоже будут содействовать обеспечению безопасности Турции. Ну, речь о том, что Швеция и Финляндия вроде как и так признавали РПК террористической группировкой, но при этом никаких активных действий не предпринимали. То теперь, наверное, будут как-то пресекать их финансирование, будут стараться закрывать какие-то местные ячейки. Но явно местные суды из Швеции и Финляндии не будут выдавать всех подряд Турции, какого Турция назовет террористом. Потому что формулировки, как я сказал, в этих пунктах они очень максимально обтекаемы, ну, примерно как Минские соглашения. Поэтому, подводя итог, действительно, Турция добилась ровно одного уступка, что им теперь можно нормально, свободно покупать вооружение. В остальном, Турция поддерживает ступень Швеции и Финляндии НАТО. Это, скорее всего, сейчас мы увидим истерику от пророссийской стороны, что ничего себе, какой удар ножом в спину. Давайте не будем больше С-400 поставлять Турции, типа наши враги. И, да, Соединенные Штаты, они добавят своего присутствия в странах Балтии и в целом Европе. Об этом, о конкретных цифрах я тут по плану еще дойду, освещу. Но в целом, да, сейчас многие страны Балтии, они обеспокоены тем, что они видят, как вся ситуация развивается в Украине. Потому что там в целом НАТО обещает таким странам, что, да, мы поможем в случае военной агрессии России против какой-нибудь там Литвы, Эстонии, то, естественно, мы поможем этим странам. Но срок полноценной помощи будет достигать порядка 120 дней. И представители этих стран говорят, что пока вы будете нам помогать, от нас там камня на камне не останется. Естественно, речь идет не о том, что вот прямо сейчас Россия может атаковать там Литву, Латвию, Эстонию. Нет, у России на это сил никаких нет. Это речь о перспективе на года, на будущее. Потому что кто знает, может, через 5 лет или через 10 лет захочет Россия снова атаковать. И именно об этом идет речь. И, конечно, и Америка, и в целом страны-члены НАТО, они воспринимают это беспокойство этих стран и будут расширять свое присутствие в этих странах, в том числе в формате армейских баз. Вот. Как видите, план Путина сработал по нерасширению блока НАТО на восток. Аж 8 раз. Да. Есть ли еще что-то, чего мы не успели... Да-да-да-да, еще много чего. Норвегия снимает сохранение и передает Украине три установки М270. Я вам не раз говорил, что М270 это, по сути, такой Хаймарс на гаусеничном шасси. Давайте его накажем. Наконец-то покажу фотографию, как он выглядит. Как видите, вот этот блок, он такой же, ну, практически такой же, как у Хаймарса, только у Хаймарса он ровно половинчатый. То есть здесь вы видите два блока с реактивными страдами, по 6 штук в каждом, это вот 12. У Хаймарса их 6. И, кстати, вот этот выступающий квадратик, который видно у Хаймарса тоже, это выдвижные рельсы, с помощью которых блок с снарядами грузится на саму установку. Почему я это отдельно освещаю и комментирую? Потому что недавно была новость какая-то от пророссийской стороны, что они нанесли удар по очередному украинскому объекту и в том числе уничтожили какие-то там транспортно-заряжающие машины для Хаймарса. Мы с этого посмеялись, конечно, потому что не существует транспортно-заряжающих машин для Хаймарса. В Хаймарсе у него есть встроенный кран, встроенные вот эти вот рельсы, которые выдвигаются, поднимают с земли этот блок с снарядами и сам себя как бы загружает, заряжает. Ему транспортно-заряжающая машина не нужна для этого. Оказывается, кстати, Украина закупила прям десятки новых Байракторов, говорят, что там даже до 50. И в таких условиях, конечно же, компании Байкара отдать несколько штук бесплатно, не то чтобы ничего не стоит, но серьезного урона это не нанесет. Какой же Руслан жесткий хейтер Байрактар. Нет, Байрактар это очень крутая вещь. Но просто, как я сказал, ситуация не настолько эффективна, как хотелось бы, как нам кажется. Может, смотри, такой план. Я предлагаю такой план. Вот. Может ли он быть реальным? С помощью Хаймарсов, с помощью всего остального сбиваются российские ПВО, российские панцири и все остальное. Ну, не сбиваются, а уничтожаются. И дальше в небо идет эскадрилья Байрактаров, и, значит, расфигачивает все оставшееся. Возможно такой вариант? Ну, можно, но есть еще остается, например, С-300, С-400, которые... Всю ПВО. Да, ну, я и говорю, что С-300, С-400 может стоять далеко от линии фронта, куда не дострелит, так просто Хаймарс. То есть сначала нужно будет как-то продвинуться сильно далеко на российские позиции, и только потом Хаймарс сможет дострелить каких-нибудь С-300, С-400. Вот нужно это иметь в виду. Понял. Сейчас еще также говорят много о зенитно-ракетном комплексе НАСМАС, что они скоро прибудут в Украину. Конкретно та модификация, которая прибудет, она стреляет, там, у нее дальность примерно 25, некоторые говорят 30 километров, и поражает цели еще на высоте, там, до 16 километров. Потому что бывают еще более дальнобольные модификации у НАСМАС, но это не те, которые прибудут в Украину. И, кстати, пишут, что украинские военные, они уже учатся на НАСМАС. Соответственно, здесь сделали правильные выводы, что сначала украинские военные учатся, а заканчивают обучение, и только потом заявляем, что, оказывается, вот эти комплексы тоже постояют в Украину. И не приходится от момента обещания ждать, не знаю, там, месяц-два до момента, когда их начнут применять на фронте. Румыния сейчас реконструирует железнодорожные пути времен Советского Союза, которые ведут в Украину. Есть вот стоп-кадр с видео, просто показываю. Видео плохонького качества, но оно есть. Хотя некоторые комментаторы под этим видео иронизируют, что, учитывая, как быстро обычно Румыния реконструирует там всякие скоростные шоссе, видимо, эта реконструкция закончится лет через 30. Ну, посмотрим, насколько они близки к реальности. Будем наблюдать. И вот то, что ты спрашивал про расширение военного присутствия, вот говоря по конкретной цифре, Америка, она создаст постоянный штаб 5-го армейского корпуса в Польше. Они посылают дополнительную бригаду на ротацию в Румынию, разворачивают два дополнительных эскадрона F-35 в Великобритании и расширяют ротационное присутствие в странах Балтии. Это, получается, весьма серьезное расширение сил в Европе. И еще много сейчас обсуждают расшифровку переговоров Макрона с Путиным, который опубликовал однофранцузское издание. Честно говоря, когда я увидел ее и почитал, я был несколько удивлен. Потому что это же был разговор не в присутствии прессы, не на публику. То есть, исходя изначально по умолчанию, он подразумевался вроде как, что он останется приватным. И по тексту разговора я был удивлен, что... Я-то ожидал, что они будут как-то в таких условиях более откровенными друг с другом, а там такой разговор, ну, как будто ты общаешься с каким-то троллем из интернета. То есть, они всерьез говорят там про какие-то учения, хотя разговор, вроде как состоялся 20 февраля за 4 дня до начала текущего вторжения. Ну, вот такой интересный, забавный момент опубликованного. Еще вчера украинская сторона заверяла, что они из ПЗРК Мистраль, это французский переносной зенитно-ракетный комплекс, сбили якобы российский К-52 в Каркивской области. Вот есть, опять же, стоп-кадры из видео. Но сейчас пророссийский телеграм-канал Fighter Bomber, который близок к военным, он не подтверждает информацию именно о сбитии К-52, «Аллигатор». Он говорит, что да, в вертолет вы попали, но вертолет смог сесть, экипаж жив-цел, серьезно не пострадал. Ну и, в принципе, если вы посмотрите видео, там видно, что, ну, там сам вертолет находится очень далеко от оператора, то есть видно черные пиксели, которые летят по небу. Видно, что происходит какой-то взрыв, там либо около вертолета, либо по самому вертолету, и дальше постепенно вертолет сажается и садится. Последующего дыма с земли не видно. Соответственно, видимо, Fighter Bomber в этом плане прав. В Перевальске заявляют, что якобы попали каким-то снарядом в базу солдат, ну, именно Украина выстрелила по Перевальску и попала в базу солдат. Причем СЦККК, это Совместный Центр по контролю и координации в так называемой ЛНР, говорит, что будто бы ударили Хаймарсами и приводят вот такие фотоснимки. Ну вот, типа, вот вам доказательства, что убили Хаймарсом. Вот, и здесь на одном из осколков видим номер контракта, вот, W31P, Q и так далее. По нему установили, что, да, все верно, это кусок от ракеты GMLRS, который был произведен компанией Lockheed Martin и далее куплен правительством США. Но здесь, как видите на этих фотографиях, никоим образом не снята окружающая обстановка, местность вокруг. Соответственно, эти осколки могли принести из любой точки фронта и просто высыпать там и сфотографировать. Это не значит, что они реально в Перевальске, что реально по Перевальску дали Хаймарсом. Но, с другой стороны, мы видим, что действительно все-таки именно GMLRS поставили в Украину. Я вам много говорил, что непонятно, какие снаряды поставили в Украине. Те или не те? Казалось, те, которые бьют на, там, примерно 80 километров, которые управляемы, корректируемы. И это для Украины, это очень хорошая новость. То, что GMLRS, они нам на линии фронта. Есть видеозапись очевидцев, которые снимали в сторону Перевальска, и после момента попадания виден там столб дыма поднимающийся. И, в целом, эту видеозапись, которая была опубликована, геолоцировал корреспондент радиосвободы Марк Крутов. Он смог установить, что, видимо, попали в ремонтный завод. И есть спутниковый снимок 2019 года, где на территории завода видны военные грузовики. Вот его геолокация, которую он установил. Вот ремонтный завод, соответственно, там. Но при этом некоторые местные жители пишут, что на самом деле попали по церкви свидетелей иеговы. Но и, в принципе, геолокация Крутова, это соответствует, потому что церковь находится по соседству от ремонтного завода. Так что могли попасть, в принципе, и туда. Так, в Лисичанске из-за реактивной системы залпового огня урагана обстреляли толпу людей, которая пришла набирать воду в подвезенном цистерне. Сейчас Сергей Гайдай говорит, что там и в итоге 8 погибших и более 20 раненых. Это вот по ситуации на данный момент. Это опять же стоп-кадр из видеозаписи. Еще из, скорее такого, я бы сказал, возмутительно бредового. Хотел бы показать вам одну публикацию ВКонтакте от донских рыбаков. Короче, они с гордостью пишут, что отправили 25 удочек в помощь жителям Мариуполя. Чем это возмутительно? Тем, что в Мариуполе сейчас ситуация настолько плохая, что там местные жители ставят уже ловушки на голубей, чтобы просто не помереть с голоду. И в такой ситуации отправлять удочки, типа, ну, есть же такая поговорка про рыбку или удочку, что лучше отдать человеку. Отправлять в такой ситуации удочки, ну, это как-то, блин, не знаю, как... у меня нет спросов для комментариев по таким моим действиям. Довольно редкий случай, надо сказать. Да. Вот. А еще из интересного. Болгария высылает половину дипломатического состава России. Это 70 человек. Видимо, не очень хорошо сопереживали болгары России. Те, кто не понимает, к чему я это говорю, кто не читал Алексея Ковалева, его расследования, суть в том, что очень часто вы на РИА-новостях в каких-нибудь интертасе можете встретить заметки, что болгары были восхищены, там, мощностью российского вооружения или, там, суперновизной российских ракет или самолетов или ничего подобного. Исходя из расследований Алексея Ковалева, там видно, что очень часто эти заметки, точнее, чуть ли не всегда, эти заметки основаны на каких-нибудь комментариев интернет-пользователей из какой-нибудь там Болгарии, на каких-нибудь поддельных интернет-ресурсах. Ну, просто человек, комментарии анонимы из интернета. Исходя из этого, делаются такие громкие заголовки, что болгары восхитились силе российского оружия. Вот. И теперь вот болгария наносит ответный удар, грубо говоря. Так. Ну и в завершение сводки хотел бы рассказать про инцидент, который не связан с Украиной, а связан с Сирией внезапно. И, кстати, мы с Юлией Латыниной запланировали на пятницу эфир, где будем сравнивать войну, нынешний этап войны в Украине с Сирийской войной. Будем освещать разные детали. Вот. Там пришла новость, что Соединенные Штаты ударили кинетической ракетой. Ну, то есть мы полагаем, что речь о ракете Hellfire R9X. Это та ракета, у которой нет взрывающейся боевой части. То есть она на подлете к цели выпускает из себя несколько мечей, которые просто разрубают на куски цель. Вот они ударили по одному из лидеров группировки Хураса Аль-Дин. Это группировка, которая пресекнула на верность Аль-Каиде. Удар произошел в Идлибе. Один из лидеров этой группировки передвигался на мотоцикле. По нему нанесли удар этой ракетой. И, как это подчищают местные, никто из окружающих рядом не пострадал. То есть очень точный был удар по цели, которая двигалась на мотоцикле. Движущаяся цель прям. И в этом контексте коллеги мои по CIT шутили, что Руслан, если однажды тебя будет преследовать в ЦРУ и будут летать бесплотники над тобой, пытаясь тебя убить, не двигайся, не продвигайся на мотоцикле, используя общественный транспорт. Потому что, как мы видим, по общественному транспорту старается Америка не ударять, чтобы не задеть рядом окружающих местных жителей. Поэтому урбанизм спасает жизнь, скажем так. Вот на этом мы, наверное, и завершим нашу сводку. Спасибо большое за то, что посмотрели. Совсем скоро, либо сегодня, либо завтра на канале выйдет ролик с подробным объяснением, как работает российская пропаганда. Потому что на этом кейсе, на кейсе ракетного удара по Кременчугу, очень легко и важно показать, как именно работает российская пропаганда. И зачастую убеждают даже тех, кто выступает против Путина и против этой войны. Но поддержать канал традиционно вы можете с помощью суперспасибо или на Патреоне, ссылка на Патреон будет в описании уже совсем скоро, новый месяц. Поэтому не подписывайтесь сегодня, а подписывайтесь дня через два. Это будет очень здорово с вашей стороны. С вами был Майкл Наки, всего доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok